Александра, добрый день. Здравствуйте. Расскажите о том, какие задачи в компании Северсталь решаются аналитикой соцмедиа. На самом деле колоссальное количество задач, и с каждым годом этих задач становится все больше. И на самом деле для нас это большая радость, что у нас уже долгое время есть инструмент, который каждый раз, когда появляется новая бизнес-задача, мы можем предложить бизнесу решение с помощью системы Brand Analytics. Мы начинали совместную работу и вообще пришли с запросом на аналитику соцмедиа и сбор упоминаний о компании, о первых лицах компании с точки зрения имиджевой такой функции, потому что мы крупное металлургическое предприятие, у нас много активов, на них происходят разные события, и люди на это реагируют и воспринимают очень часто то, что происходит на предприятии, как то, что происходит вот в городе. Для них это очень взаимосвязные вещи. Одним словом, отслеживали то, как работа предприятия воспринимается людьми с точки зрения ее репутации, имиджа. Для нас было важно поймать тот момент, когда о нас начинает говорить больше обычного. То есть, таким образом, мы с помощью соцсетей ловили тот момент, когда какое-то событие, может быть, происходит на предприятии, о котором мы можем узнать из онлайна, такое чисто теоретически возможно, либо пытались отследить то, как наши новости или происходящие на предприятии изменения воспринимаются аудиторией. Это такой был первый базовый импульс, это имидж, имидж и репутация. Потом, когда мы распробовали, так сказать, все особенности системы, мы поняли, что система собирает колоссальное количество данных, и вот у компании «Северсталь» такое название, такое же название у хоккейного клуба «Северсталь». Все данные о том, как сыграла хоккейная команда «Северсталь» были нашими. Мы поняли, что можно и эти данные собирать. Собираются высказывания людей относительно того, какой мы работодатель, относительно их впечатлений от работы с нами. И постепенно появились другие задачи, они из бизнеса приходили, и мы видели, что это в выборке тоже присутствует. Данные связаны с частным инвестированием, потому что у нас публичная компания, акции «Северсталь» можно купить на бирже, и люди делятся этими впечатлениями онлайн. И для нас тоже важно это отслеживать и следить, как они воспринимают нашу активность. Поэтому, если так суммировать, я бы сказала, что задачи общие, репутационные, имиджевые, HR-бренд, частные инвесторы, и, конечно, есть доля отзывов наших клиентов. Заговорили про HR, давайте поподробнее об использовании аналитики соцмедиа именно в сфере HR. У нас есть запрос от коллег, они развивают HR-бренд, есть и рекламные активности. Здесь мы с другими промышленными компаниями и с IT-компаниями соревнуемся за специалистов, и промышленных, и IT-специалистов. И нам очень важно, что не только что мы говорим людям, а что еще они о нас... Сотрудники. Да, сотрудники нынешние, может быть, бывшие сотрудники. Очень частый жанр, например, в региональных пабликах во ВКонтакте люди спрашивают, а вот как работает на таком-то предприятии, делитесь впечатлениями. И этих запросов очень много. Нам нужно было их находить оперативно и понимать, как это работает. Поэтому мы отдельно по запросу коллег из HR создаем выгрузки, в которых по так называемому HR-тегу собираем данные о том, как те или иные сотрудники отзываются о нас как работодатели. Коллеги это анализируют и используют в своей работе как один из источников обратной связи от сотрудников. Потому что, конечно, их там несколько. Здесь система мониторинга, я бы сказала, дополняет вот такую картину разных инструментов, в которых и опросы есть, какие-то статистические данные. И еще вот такая анонимно обезличенная массив данных в общем с тональностью, с общей, с конкретными упоминаниями, может быть, даже какими-то проблемами или, наоборот, плюсами. Многие из нас, когда хотят чем-то поделиться онлайн, хотят поделиться каким-нибудь сложным событием, каким-то переживанием своим. И поэтому мне кажется, что если так взглянуть на инструмент, это важный инструмент, который поможет любой компании, B2B, B2C, найти зоны для улучшения, для роста, решить какую-то проблему человека и таким образом только получить плюсы для своей репутации. Так что HR-тег внутри системы мы активно используем. А в целом зачем компаниям B2B присутствие в соцмедиа? Я знаю, что у Северсталь в Инстаграм почти 27 тысяч подписчиков. Это здорово, но вопрос. У нас еще и ТикТок есть теперь. Да, на самом деле важный такой момент. Это связано с тем, отчасти, почему у нас есть система бренд-аналитикс, почему мы ею пользуемся. Это часть репутации. Это цифровой мир, в котором нужно присутствовать в любой компании, вне зависимости от того, на B2C или B2B сектора. Это такая цифровая витрина того, кто вы, как вы общаетесь с людьми. Человек, когда рассматривает возможность прийти к нам на работу, он может посмотреть сайт, наши соцсети, задать нам вопрос и создать впечатление о нас. Мы решаем какие-то проблемы, когда люди пишут нам с, может быть, отзывом или с просьбой помочь им найти тот или иной контакт или решить вопрос с заказом. То есть онлайн помогает в такой сложной ситуации, как пандемия. И для нас было очень важно, что у нас уже к этому моменту была довольно развитая структура аккаунтов. У каждого актива свой аккаунт в соцмедиа был, в ВКонтакте в основном. И мы смогли их использовать как один из основных информационных ресурсов. Ну и, естественно, вся техподдержка клиентов, соискателей и так далее, она отчасти переходит в соцсети. Моя любимая история, когда люди пишут в Инстаграм, спрашивают, вот я выпускник такого-то вуза, что вы можете мне предложить? Вот посмотрите, у нас сайт есть карьерный, вот вам ссылка. Пожалуйста, оставьте там свое резюме или можете откликнуться на вакансию. То есть интересна сама постановка вопроса, что вы можете мне предложить. Соцмедиа всегда перекликается с негативом. Увы, этого не избежать. Это правда. Какая стратегия развития, нет, а чем борьбы с негативными комментариями у Северстали? Ну, мы принимаем тот факт, что они есть, они будут. И это то, что, скажем так, неизбежно, очень важно. Мы прекрасно понимаем, что невозможно закрыть какие-то, не знаю, страницы, комментарии, сделать вид, что этого не существует. У нас есть хорошие примеры того, как люди, когда у них возникали какие-то вопросы, и они не могли найти на них ответ, они приходили в одну из наших групп во ВКонтакте, когда там были закрытые комментарии, был такой момент. Было сложно, сложно было. А когда мы их открыли, люди стали высказываться, они увидели, что им отвечают, что их проблемы решаются. Поэтому негатив — это нормально, важно, наверное, как ты его обрабатываешь и что ты с этим негативом делаешь. В общем, мы стараемся его собирать, анализировать. И если в нем есть конструктивное зерно, чаще всего это негатив в плане какой-то проблемы, которые неизбежно возникают всегда, эту проблему решить, тогда негатив становится либо нейтральным сообщением, либо общество видит, что ситуация как-то меняется. Весь мир перешел в соцмедиа, мы читаем отзывы, мы слушаем каких-то онлайн-советчиков на разных площадках обо всем, о продуктах, приложениях, товарах, услугах. И есть такое ощущение, что такая же история в инвестиционных сообществах. Только там они обсуждают не продукты, а условно акции и котировки, поскольку у вас публичная компания. Расскажите, как соцмедиа меняет интерес частных инвесторов? Спасибо за вопрос. Один из самых наших интересных, мне кажется, как принято говорить, кейсов последнего года. И когда мы анализировали его результаты, мы использовали в том числе систему Brand Analytics, для того, чтобы понять, как мы вот в этом сообществе частных инвесторов представлены и вообще общаемся. Действительно, да, мы частная компания, соцсети — невероятный инструмент для общения с частными инвесторами. Мы начали с того, что провели исследование аудитории, из которого выяснили, на каких площадках находится наша целевая аудитория. Там были очень интересные данные и по уровню дохода, и по количеству акций. И там, например, люди, у которых довольно значительный доход, которые часто и много инвестируют, они, например, предпочитают узконаправленные форумы из соцсетей ВКонтакте. То есть, видимо, они вот как там, не знаю, на заре ВКонтакте зарегистрировались, они выросли, стали состоятельными людьми, и у них осталась привычка пользоваться соцсетью. Тогда как более молодые инвесторы предпочитали такую социальную сеть новую для инвесторов, как Тинькофф Пульс. Было понятно, что вот аудитории очень часто не то, что не пересекаются, они на разных площадках. Поэтому здесь мы выбрали для себя такую тоже концепцию омниканальности, чтобы присутствовать максимально где-то возможно на разных площадках, и потом оценивать качество этой коммуникации с помощью разных опросов, мониторинга СМИ и мониторинга соцмедиа. Мы фокусируемся прежде всего на таких параметрах, как тональность из бренд-аналитикс, смотрим, насколько лояльна аудитория, и инструмент помогает нам выяснить, что эта аудитория довольно лояльная к самой компании. Это неудивительно, ведь люди вкладывают свои средства в покупку акций. И поэтому нам очень важно отслеживать степень удовлетворенности, скажем так, с помощью в том числе бренд-аналитикс. Получается, от полученных от аналитики данных вы можете отслеживать уровень привлекательности инвестиционной? Отчасти. Вот вопрос кипяев очень такая важная вещь, потому что мы когда рассматривали кипяи, которыми мы можем оценить свой результат, стало понятно, что нет какого-то одного отчета, который полностью ответил бы нам на все вопросы. И наш вот этот вот пакет состоит из разных источников данной Мосбиржи, есть инвестиционные разного рода отчеты о количестве покупок акций и так далее. И мы поняли, что обязательно в этой вот всей картинке должен быть отчет по тому, как это в соцмедиа обсуждается, как люди на это реагируют, насколько активно они обсуждают нас и конкурентов. Это, кстати, очень классная функция, которая есть в системе, и нам важно сравнить себя с конкурентом. И вот когда мы все это собрали, у нас получилась общая картинка. Просто по данным таким четким, которые предоставляет Мосбиржа, да, это очень показательно, это очень важно, это финансовый такой базовый результат хороший, но мне кажется, все, что касается соцмедиа и СМИ, это история про узнаваемость, про силу бренда, про то, что, да, измеряется материальным образом, в капитализации в том числе, но и то, что действительно нужно отслеживать. Поэтому аналитика соцмедиа всегда должна дополнять те данные, которые собираются из таких классических источников, там, опросы или мониторинг СМИ, и, например, данные о продажах или покупке. Спасибо большое, Александра. Спасибо.